Русские сказки Злодей, ты не знаешь о моей силе Я найду тебя Я буду сражаться с тобой И заберу все мои сокровища обратно Когда ведьма узнала, где живет злодей Она прилетела и нашла место рядом с великой рекой Но ведьме было уже очень много лет И хотя она обладала магией У нее не было сил бороться с демоном Ей нужна была помощь За лесом находилась маленькая деревушка Ведьма придумала план, как заполучить помощь Давайте быстрей Как вы, черепахи? Как бы мы ни старались Мы не можем догнать тебя Иди, иди Иди ко мне, дитя Для тебя есть работенка Пытаясь схватить мяч Дэйв упал с холма И проснулся в хижине ведьмы А, кто ты? Неужели ты ведьма? Да Я ведьма Я слишком уродлива и страшна для тебя Только потому, что я другая Я знала, что ни один человек не поможет уродливой старой женщине Потому что я должна обмануть тебя, чтобы привезти тебя сюда Но уходи, у меня еще есть магия Мне очень жаль Я не хотел тебя обидеть Все вы люди такие Вы думаете, что все ведьмы плохие Как будто никогда не было плохих людей Уходи Мне очень жаль Пожалуйста, скажи, бабушка Чем я могу тебе помочь? Ты уверен? Да У меня есть только одна просьба Мои родители, должно быть, беспокоиться Не могла бы ты сделать какое-то волшебство Чтобы они не беспокоились обо мне Тогда я сделаю все, о чем ты меня просишь Очень хорошо Я наложу заклятие на твою деревню Чтобы все остановилось Пока ты не выполнишь мою задачу Спасибо Ты должен быть голоден, мальчик Вот, покушай Ммм, очень вкусно Что это? Специальная ведьмина еда Я принесу тебе еще Ешь сколько захочешь Дэйв ел сколько душе угодно А затем ведьма сказала ему о задаче, которую он должен был выполнить Злодей, что живет за великой рекой Украл мои сокровища Я слишком стара, чтобы бороться с ним И хочу, чтобы ты вернул их мне Но у меня нет силы И я не обладаю магией Ведь я всего лишь мальчик Я попрошу добрых духов дать тебе силу и мудрость Но для этого ты должен угодить им Как же мне угодить тебе, бабушка? Ты должен поститься, пока все добрые духи не придут и не дадут тебе свои благословления Ложись вон там у огня, чтобы тебе не было холодно Я попрошу всех лесных созданий прийти и составить тебе компанию, пока ты постишься Как скажешь, бабушка, я помогу тебе Итак, Дэйв лежал у камина И все лесные создания по очереди составляли ему компанию Таким образом прошло 20 дней Однажды ночью, когда Дэйв спал Он услышал слабый шепот духов, собравшихся вокруг него На следующее утро Ведьма пришла к нему с миской еды Ты постился 20 дней Ты сильный мальчик Ты должно быть так голоден Вот, покушай Спасибо К тебе явились все добрые духи и благословили тебя дарами Не совсем Некоторые духи пришли, но другие остались в стороне Они сказали мне, что я недостаточно долго постился В этом случае ты должен поститься еще немножко Ты сделаешь это, сынок Я обещаю тебе, что помогу И так и сделаю И мальчик снова лег у камина И все лесные твари пришли к нему, чтобы составить ему компанию Так прошло еще 10 дней И однажды ночью Добрые духи вернулись На следующее утро Ведьма принесла немного еды И спросила его еще раз Явились ли тебе все добрые духи? Благословили ли тебя дарами? Ну, не совсем Некоторые духи пришли, но другие остались в стороне Они сказали мне, что я недостаточно долго постился В каком случае? Ты должен поститься еще Ты сделаешь это, сынок Я обещал, что помогу тебе Значит, так и сделаю Но на этот раз, когда Дэйв лег Духи вернулись Мы довольны твоим чувством долга Мы дадим тебе все наши дары Теперь ты силен и мудр И можешь стать большим или меньшим, когда захочешь Дэйв и ведьма были довольны Они поблагодарили духов И настало время Дэйву отобрать ведьмины сокровища у злодея Злодей взял все мое золото И он взял мой волшебный мост Мост, который я создала, используя все свои магические силы Мост, который может раскрыться, чтобы позволить пересечь поток Или стать большим, чтобы пересечь океан Мост, который может достать до неба и провести под землю Ты должен вернуть его мне Духи дарили мне силу и смекалку Я уверен, что смогу его вернуть Надень это и не пугайся Если ты доверяешь им, они позволят тебе пройти по великой реке И ты сможешь пересечь ее Я сделаю, как ты скажешь Дэйв покинул дом ведьмы И направился к великой реке Река текла сильно, мощно и бурно Дэйв боялся войти в нее Но он дал обещание ведьме И он не мог повернуть назад Поэтому, собравшись с духом, он снова попытался войти в воду Дэйв пересек реку и добрался до дома злодея Он заглянул в окно И увидел, что комната полна мешков с золотом А мост стоит в углу Через кухонное окошко он увидел, как повар готовит огромную порцию еды для злодея И Дэйву пришла в голову идея Он стал маленьким Забрался в кухню через окошко и спрятался за банкой красного перца Это восхитительно О, хозяин здесь О, хозяин здесь Хм... Девушки отдыхают Таким образом, храбрый Дейв понес злодея и весь его дом с золотом ведьмы и волшебным мостом. И вернулся в дом ведьмы. Я не только вернул твое сокровище, но и злодея, чтобы ты наказала его, дабы он никогда больше не думал о том, чтобы красть. Остается только одно. Итак, здесь он останется навеки вечные, дабы он никогда больше не мог навредить кому-то старому или слабому. Это был конец злодея. Но ведьма была так благодарна Дейву. Благодаря тебе теперь я могу вернуться в свой мир. Смелый Дейв, ты так помог мне. Скажи мне, что я могу для тебя сделать? Проси мне о чем угодно. Бабушка, просто позволь мне вернуться домой таким, каким я был. Мне не нужны никакие силы, никакая особая магия, потому что мы, люди, можем случайно начать причинять боль другим. Духи благословили тебя истинной мудростью, Дейв. Ладно, я отошлю тебя назад таким, каким ты был. Но поскольку ты честно заболучил свои силы, они вернутся к тебе в тот день, когда ты будешь нуждаться в них, чтобы действительно помочь. Мы гордимся тобой, смелый Дейв. Итак, Дейв вернулся в свой дом. А ведьма вернулась в свой, через звезды, со своими сокровищами и своим драгоценным мостом. Вот и сказке конец. Субтитры создавал DimaTorzok